Два Александра, Большунов и Терентьев. Снова на Медл Плазе и снова мы разговариваем с нашими героями спорта. Парни, поздравляю души. Саш, Большунов, вопрос как старшему товарищу и суперзвезде. Я с девчонками об этом говорил. Вот если бы была возможность, как в Голливуде, оставить отпечаток руки, ладони или, например, ботинка, в каком бы месте вот этой Олимпиады вы бы оставили этот отпечаток? Где ваша вот эта главная аллея героя? Ну, я думаю, это все-таки лыжный стадион, потому что там мы завоевываем и на этой трассе показываем результаты и достойные результаты. Поэтому, я думаю, где-то там нужно оставлять. Но это был бы отпечаток ботинка или руки? Я думаю, стопы. Стопы. Слушайте, как вообще вы относитесь, продолжая разговор со старшим товарищем, к тому, что вот все говорят, Большунов, гений, великий и так далее. Я вот вас уже в хоккей отправляю вместо биатлона к Овечкину Вашингтон Кэпиталс. Но если серьезно, вот насколько вы спокойно реагируете на вот эти высокопарные слова? Понятно? Слышно и серьезно. Вот момент славы. Нет, серьезно. Не знаю. Я как бы это не воспринимаю. Потому что, когда мне говорят, что ты там какой-то гений или что-то вроде подобного, то я себя чувствую некомфортно. Потому что я не люблю, когда так обо мне вызываются. И я все-таки какой был, такой и остаюсь. И единственное то, что у меня есть уже две золотых медали. И впереди есть еще другие цели, которые нужно, над которыми... Ну ничего себе! Восемь золотых, восемь гонок, восемь медалей на Олимпиаде. Саша, нет ни у кого в стране. Восемь золотых я бы все-таки... Было бы неплохо. Идем к восьми золотых. Хорошо. Но только начинать все. Саша, тереть вопрос. Вы уже второй раз здесь. И тоже уже надо привыкать, как Большунов. Хотя Саша не привыкает. Это на самом деле заметно по максимализму. Какие у вас ощущения радости и тот же вопрос, где бы вы оставили отпечаток ботинка, лыжи или руки? Ну, наверное, тоже на трассе лыжная. И также слепок стопы бы оставил. Полстопы, так немножко. Все-таки у меня один вопрос. Вспоминание. Вспоминание, да. Да, я очень рад, что получилось сюда приехать. Получил взять две бронзы. Это первые мои Олимпийские игры. И надеюсь, дальше будет больше. А какое место в России вот сейчас вспоминается с любовью? Или, может быть, наоборот, с волнением? С учетом тех нагрузок колоссальных, которые вы претерпевали. И подготовка к Олимпиаде шла когда? Какие-то, может быть, родные места. Саша Теретьев, я песню про Нарьянмар включал. Спасибо большое. Мне пишут все. Передай спасибо большое Дмитрию, потому что очень приятно было. Ну, городок невелик и немал. Но, тем не менее, вот это Нарьянмар, может, какое-то еще место у нас в стране? Я могу сказать только Малиновка, потому что там реально... Архангельская область. Архангельская область. Там мы два года назад прям жестко тренировались и прям... Потому что там очень хорошая трасса, которая все-таки приносит результаты. Самый главный привет. И вот камера. Кому передадите после этих медалей? Саша, у вас опять она спрятана, мы знаем почему. Ты забрал, да? Там оставил. Передавай. Передаю всем из Нарьянмара. Привет. Всем своим родственникам, друзьям, близким, родителям моим. Спасибо большое, что болеете за нас. И привычный к приветам большунов. Я-то тоже передаю привет в Россию. Также своим родным, близким, Ане. Также передаю привет. И я думаю, всем, кто смотрит. И если они смотрят, значит, они не просто так смотрят. Поэтому всем привет. Спасибо за ту радость. Саша, самые последние вопросы, а пожелания. Я буду полтинник комментировать. Вот что бы вы пожелали мне, скромному комментатору, исходнее? Терпение. Спасибо, ребята. С медалями.